Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. На протяжении уже многих лет, отсматривая кремлёвскую пропаганду, нам всегда кажется, что останкинские фейкомёты уже просто не способны хоть чем-то удивить. Ведь все давным-давно привыкли и к их истерикам. Для России невозможно, неприемлемо, ничто иное, кроме как военная победа. Я повторяю, военная победа. Вот если мы этого разбойника, насыста, этого убийцу, ведём на эшафот, где ждёт его гильотина или виселица, тогда, безусловно, не нужно его трогать и щипать, надо вести системную работу, надо добить нацистскую Украину, уничтожить и там в конце этого пути повесить. И к отборной кровожадности. Всё! Никакой партии мира в России быть не должно. Даже близко. Ни одного метра не должно быть у Украины Черноморского побережья. Минимум-минимором. Всё Черноморское побережье, временно оккупированное Украиной. Одесса, Николаев и дальше до Дунайских портов, до Приднестровья. И, конечно, даже речи не может быть о близлежащих украинских губерниях, откуда идут удары по нашей территории. Всё это должно быть освобождено. Да и пустые угрозы чуть ли не каждый день никто не отменял. У нас самое большое население в Европе. В Германии 80, у нас 120 миллионов, с огромные ресурсы и так далее. Это будет только дальше, значит, развиваться. И мы будем всё больше и больше приобретать роль, которую имела Российская империя. Я же не шутил в прошлой передаче, что, значит, и Берлин, и Дрезден, и Прага, и Люблян. Всё будет наше. Почему? Так было. Казалось бы, всё. Предложить что-то новое они едва ли смогут. Но нет, приходит новый день, и ты сидишь и смотришь и думаешь, ну как так можно? Мы смотрим на территорию Украины как на часть исторической России. Во-первых, мы смотрим на людей, которые там живут, как на часть русского народа. Это принципиальное отличие. И, соответственно, представить, что Российская армия в любой момент военной кампании вдруг начинает атаковать гражданских или бомбить города, это невозможно представить. Слыхали, что чувачок говорит? Оказывается, даже представить себе невозможно, чтобы Россия бомбила мирные дома, и да и вообще не военные объекты. Это даже теоретически невозможно представить. И ладно бы это некий Ваня из деревни Кукуева, который кроме канала «Россия» других источников информации не имеет. Но пропагандист Мардан – это ж совершенно иной случай. Он не просто всё знает, но и совершенно искренне радуется, как прилётом по ТЭС. Те бомбардировки Украины, которые мы наблюдали неделю назад, с моей точки зрения, это лучшее, что было с нами. Не всё равно, как они называются, прекрасным арабским словом «шахид» или прекрасным русским словом «герань». Лишь бы оно летало и падало на головы хохло. Так и ударом по зерновым терминалам. Это хорошо знакомые такие стационарные цели. Легко горящие причём. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Более того, именно этот додик показательно приводил пример Мариуполя. Мол, это то, что ждёт другие украинские города. Ну, посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Так если вы утверждаете, что жилые кварталы не бомбите, то в чём смысл таким образом угрожать? И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет. Но правда в том, что цинизм давно стал фундаментальной чертой русского мира. Ведь Мардана корчить из себя святошу никто не вынуждал. Представить, что российская армия в любой момент военной кампании вдруг начинает атаковать гражданских или бомбить города, это невозможно представить. Он вполне себе мог и дальше быть собой, в смысле радоваться и хлопать в ладоши от того же прилёта в жилой дом Покровска. Вечером российские военные нанесли удар по центру города ракетами «Искандер». Одна ракета разрушила жилой дом, другая попала в гостиницу рядом. Семь человек погибли, ещё 67 ранены. Вот же освободители так сильно любят Донбасс, что тыловые города их стараниями в руинах лежат. Второй российский удар произошёл в тот момент, когда на место приехали спасатели, медики и полиция. Как зовут? Почему? Серьезно. Тут там погибших, я не знаю, там же ребята спасали, и пожарные приехали, и скорые как раз стояли, и она как раз туда пролетела. Вот представьте, что там сейчас. Подобная жестокость и то смотрелось бы лучше, чем попытки маньяка-убийцы натянуть на голову белый кокошник. Но это Россия, детка. Здесь, в эпоху процветающего путинизма, такие самородки выросли, что Геббельс на их фоне пацан малый. И за подтверждениями даже не нужно далеко ходить. Где там этот Квазимода Мордан? Весь мир вообще поражён тому, что сделала, что делает каждый день Россия, которая единственная не побоялась бросить вызов мировой жабе, хотя вот вся математика против нас. На этот раз пропагандист уже не выставляет Россию богоизбранной страной-праведницей, а пытается реально на пустом месте взбодрить глубинный народ. Мол, Россия, подобно легендарному Давиду, не просто бросила вызов Голиафу, а и якобы даже успешно его бьёт. Только совершенно там всадник без головы мог выйти в поле. Вообще библейский сюжет. Давид против Голиафа. Для них это ничем хорошим уже не закончится. То есть по большому счёту они уже проиграли. И на этом месте мы, признаться, даже засмеялись. А США вообще в курсе, что они ведут войну? Непонятно, что темник про войну с НАТО. В России фактически объявлена война с Соединёнными Штатами. Воюем мы не с Украиной, а со всем коллективным Западом и, естественно, НАТО. Ну мы же с НАТО похреначимся. Мы страна, у которой 50 миллиардов оборонного бюджета, мы воюем против блока НАТО, у которого триллион. В своё время спустили ради того, чтобы глубинный народ не сильно огорчался поражением от крошечной на фоне России и Украины. Но смотрите, какое дело, друзья. Пропаганда пропагандой, но надо же и какие-то тормоза иметь. Математика была против нас, заливает холопом Квазимодыч. 23 февраля 22 года вся математика была против нас. Ну посмотрите на вскидку. Население Соединённых Штатов, население Евросоюза, экономическая мощь, размер армии, количество танков, самолётов, экономика, высокотехнологичных индустрий. Они контролируют финансовую систему, они контролируют две мировые резервные валюты и все остальные дополнительные. И мы слушали и вспоминали те несколько десятков самолётов, с которыми Украина начинала войну. А ещё вспоминали артиллерию, которой у России в разы больше было, почти бесконечный боекомплект. Ну и, конечно, тысячи танков, часть из которых самая современная. Так кто на самом деле Давид, а кто Голиаф в этой истории? Вообще библейский сюжет. Давид против Голиафа. И все смотрят, чем всё это закончится. Но не будем мешать людям устраивать себе праздник на пустом месте. У них же это не просто так, как они раньше говорили, спецоперация, а, внимание, реванш за поражение в холодной войне. Для России это реванш. Для России это возможность отменить результаты поражения в холодной войне. Для Запада это ровно то же самое, поэтому война ведётся абсолютно беспощадно, абсолютно без тормозов. И они, судя по всему, совершенно искренне не понимают, насколько жалко звучат подобные байки в нынешнее время. Ведь они, представители страны, которая, напомним, собиралась Украину за три дня победить. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего её побеждать-то, господи, ну Украина. Ну, полтора-три дня. Ну, максимум 3-4 дня. А теперь на всех каналах ровно те же пропагандисты перья распустили, мол, вот же как классно, что чмони на фронте убегают не так быстро, как в прошлом году. Украинская группировка показала себя не очень хорошо, несмотря на всю подготовку, несмотря на всю технику. Они недооценили, во-первых, построение нашей обороны, глубину нашей обороны. Не получилось ничего. Продвижения нет. Ну, там вот это вот есть пару сёл. Там давно уже никого нет. Там остались только пару полуразрушенных домов. А куда там периодически украинцы свои эти тряпки на флагшток вешают. И всё. Вот это все их успехи. При этом они не поленились и под такое дело даже карту нарисовали. Мол, смотрите, смотрите, вон какой скромный отрицательный забег у нашей, ну, то есть их, духовной и импортозамещённой армии. Военкоры, люди, работающие на местах, подтверждают, синим отмечены, значит, территории, которые за время контрнаступа перешли под контроль ВСУ. Но прежде чем перейти к главному, просто отметим, что карта далеко не полная. На том же Бахмутском направлении всё начиналось от дороги на часа в Яр. А Клещеевка в глубоком тылу была. Теперь же Клещеевка это передавает. Что на выступе, что под Клещеевкой идут тяжёлые бои. Да, на некоторых участках есть высоты, некоторые участки, которые оказались под противником. Так чё там, ребята? Будете карту дорисовывать? Тогда можете не стесняться и на левом берегу Херсонской области посёлок Казачьи лагеря отметить. Ваш генштаб почему-то опять молчит, а чмо не уже ноет. Противник успешно закрепился на нашем берегу Днепра и занял населённый пункт Казачьи лагеря. И даже уже прорвал первую линию нашей обороны в том районе, которая в большинстве своём состоит из мобилизованных. А также враг продвинулся на 800 метров вглубь. То есть, пока пропагандисты богатеют думкой, возврат земель Украины идёт полным ходом. Поэтому лично мы двумя руками. И за медийные победы над НАТО. И за смешные хотелки, ну, например, о российских военных базах в Карпатах. Мы делаем своё дело. Цели наши абсолютно ясны. Нацистам небытие. Наши военные базы во Львове, в Карпатах, Ивано-Франковске, Киеве, Одессе и так далее. Ведь по факту подобная бравада вообще ничего не меняет, а просто в очередной раз выставляет россиян посмешище. Господи, да какие у вас предпосылки на Карпаты. Да вы Донецкую область полтора года не можете взять. Не можете настолько, что убегаете сейчас и в районе Бахмута, и в районе Великой Новоселовки. Неприятные новости из Урожайного. Противник в посёлке. То ли мы расслабились, то ли он сменил тактику. Но ему удалось подобраться вплотную и зацепиться. Идёт бой. Кедми в начале войны стыдился, что Славянск за две недели не взяли. Славянск ещё не освобождён. За две недели? За две недели можно было дойти до Львова и обратно. А сейчас прошло полтора года, и Славянск, напомним, в глубоком тылу. Это, к слову, о том, насколько ожидания россиян обломались о суровую украинскую реальность. Но признать очевидно им страшно. Куда проще жить в мане-мерке, надувая сопли пузырями. Мы можем гордиться нашими военными, которые продолжают перемалывать Украинские. Украинское наступление закончилось. Понятное дело, что эффекта в ноль. Понятное дело, что мы перехватили инициативу. Но знаете, лично нам кажется, что чем сильнее они угрожают и чем активнее трясут кулачком, тем больше и чиновников, и пропагандистов терзает неуверенность. Так бывает, когда ты чего-то сильно хочешь, а этого нет. И ты злишься, пылаешь ненавистью. Ух, как придём, ух, как покажем. Хватит миндальничать. Вся эта публика, вся эта мразь, пардон за непарламентскую лексику, не понимает ничего, кроме силы. Я думаю, это последний этап. Уход за нами. Так чё ж вы до сих пор не показали? А был уже один такой, и Конституцию собирался на Крещатике жечь. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. Посажим её на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. И хлебушек наш херсонский своими руками лапал. И это наш русский хлеб на нашей русской земле. Это наша пшеница, наш хлебушек. И мы его никому не отдадим. И где сейчас этот Антошка? Ну вот. И, конечно, его от беспомощности плющит. Как плющит, собственно, и всех остальных, причём по поводу и без. Угадайте, какая топ-тема была в России на этой неделе? А сейчас украинцев отняли ещё и Родину. В Киеве таки водрузили украинский трезуб на монумент Родина-Мать. Зовут памятник теперь тоже иначе. Не Родина-Мать, Украина-Мать. Это, в общем, то, что происходит со всей Украиной. Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим. То, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которое придёт её сын, русский солдат, и отомстит. Божечки, ну вам-то какое дело? Лепите из навоза петухом, вмажите Ленина нафталином. Но нет, не даёт ребяткам покоя Родина-Мать. И опять-таки языком они уже захватили и назад поменяли. Когда мы будем в Киеве, вот это, знаете, спорный памятник, его надо в музей вооружённых сил перевезти, с гербом советским, естественно. А на его месте установить княгиня Ольги, которая карала славянский сепаратизм. Но трепаться можно много, а в геополитике смотрят на дела. И слабость России видна даже некогда лояльным к ней странам. Так, на переговоры в Саудовскую Аравию, которая, по словам пропагандистов, организовали англосаксы... В городе Джида прошли, ну, заведомо провальные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 40 стран. Ну да, англосаксы, значит, всю эту компанию там собирали. Это такой особый вид, видимо, политического экзбицианизма. Им же нужны зрители, чтобы показать, что король голый. Вот они 40 стран собрали. Неожиданно приехали Индия и Китай. Отчего у Крикунов-Востанкина случился неожиданный инсульт пятых точек. Что касается саммита в Джиде, но он точно не про мир. Без России это все очень странно. А главное, убого выглядит попытка Запада спровоцировать и передать глобальному югу свои подходы. Вы знаете, без России это пустой разговор. Но тут, что называется, привыкайте. Ведь чем дальше в лес, тем больше будет подобных зрад. И не потому, что тот же Китай или Индия резко полюбят США или НАТО. Нет. Просто со страной, которая бомбит мирно спящие жилые кварталы, больницы, роддома, тепловые станции или ангары с зерном, а позже корчат из себя чуть ли не святую, желающих иметь что-то общее будет все меньше. И новый мировой порядок, оглашенный Путиным полтора года назад, обернется неизбежной изоляцией. И геополитическим провалом, который надолго, если не навсегда, ударит по амбициям России. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!